Привет, Варшава! Привет, гости из столицы! Мы здесь для того, чтобы сказать, что Иисус живой. Он живая личность. Он умер за тебя и за меня. Он явил любовь и доказал свою любовь. Он не просто сказал, но пошел на крест, чтобы сделать нас праведными и святыми. Веришь ли ты в это или нет? Или ты просто воспринимаешь Господа как какую-то религию, как какую-то сказку, что это была какая-то историческая личность. Но я хочу тебе сказать, что Иисус живой. И мы здесь стоим, каждый, кто пережил личную встречу с Ним. Личное общение имеет каждый день, каждое утро. Мы здесь для того, чтобы сказать каждому из вас, что вы тоже можете иметь этот мир с Богом. А в дальнейшем пойти на небо. Но чтобы пойти на небо, надо родиться свыше. Родиться от Бога. Однажды когда-то один ученик, не ученик, а фарисей, знающий Библию, знающий Тору, нашу Бог, но видя, что Иисус делал, когда ходил по этой земле, он видя, какие чудеса он творил, он пришел тайком ночью, потому что знал, что могут его побить или отвернуть, от серпи, отлучить. Он пришел и сказал, Иисус, не только я, но многие из таких, как я, знают, что ты действительно с Богом имеешь это общение. Те дела, которые ты творишь, никто не мог творить раньше. Что мне надо, чтобы родиться, чтобы унаследовать Царство Небесное? Хотя он был представителем, он был священнослужителем, но он задал этот вопрос Христосу. Христосу Иисусу, и он сказал, что мне надо, Иисус сказал ему, тебе надо родиться свыше. Он пытался понять человеческим разумом, он сказал, как, мне 62 года, как я могу пойти в утробу матери по новой? Он говорит, нет, рожденный от плоти есть плоть, но рожденный от Духа есть жизнь вечную, имеет жизнь вечную, рожденный от Бога. И здесь мы для того, чтобы помочь, если ты еще не имеешь рождения свыше, не имеешь этих тесных отношений с Богом, мы здесь для того, чтобы помочь вам пережить эту реальную встречу с Богом, родиться свыше, заново от Бога, чтобы иметь это общение и в дальнейшем плоти на небо. Ведь ни Аллах, ни Хари, ни Кришна, ни даже Якова пошел на крест, умер за тебя и за меня, а Иисус Христос, Он явил свою любовь, Он не просто сказал, Он доказал, Он отвечает за свои слова, Он не просто какой-то балабол или еще что-то, которого придумала религия, Он реально живой Бог, Он живой и сейчас. Мы здесь, чтобы сказать вам это. Если кто-то имеет это желание в сердце получить рождение свыше, иметь то же интересновение, что имеем мы, чтобы иметь общение и в дальнейшем пойти на небо, не быть заблужденным или обманутым, подходите, мы будем молиться, мы будем общаться с вами. Если кто-то больной, мы будем молиться, чтобы получить исцеление. Бог творит чудеса. Бог исцелил, восстановил мою иммунную систему, я умирал, у меня был ВИЧ, но я его звал к нему, упал на колени. С детства я знал о Боге только, что можно пить вино, но вино не то. Я не знал, но когда я начал искать, какое Бог сделал чудо первое. В сегодняшнем мире есть слово такое понимание, как ссор, по-английски фреш. Но тогда не было, там написано, он сделал молодое вино, то есть новое вино. Я начал падать на колени, я говорил, Господь восстанови, потому что это неизлечимо. И Бог пришел и восстановил. У меня после того, мало того, что я сам из Донецка, там делал много раз, это бодание, это крыль. У меня все хорошо, сейчас я счастливый и довольный человек, потому что я имею эти общения с Богом. Я знаю его лично, не просто по наслышкам или как-то, но я знаю его лично. Приходите, мы будем молиться, подходите, меня зовут Женя, Усик Женя. Мы будем общаться. Я знаю, что Бог для вас приготовил нечто лучшее и большее. Аминь.